Воссоздает красоту народного костюма. Сотрудница областного центра народного творчества завоевала дипломы 10-го Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже веков». В нем участвовали более 200 мастеров из 30 разных регионов страны. Фестиваль проходил в Ярославле в течение нескольких дней. Его главная цель – привлечь интерес к русскому костюму, как к национальному достоянию. Специалиста народному костюму Наталья Кондрашина привезла на фестиваль шесть воссозданных костюмных комплексов и традиционные головные уборы Владимирской губернии. В подобных ходили девушки и женщины в 18-19-м – начале 20-го века. В 18-м веке у нас барышни носили драгоценные ткани. Это коныли, это шелк, атлас, парча. Я как раз реконструировала костюм посадской девушки Юрьевского уезда Владимирской губернии. Этот комплекс вызвал огромный восторг у членов жюри. К слову сказать, жюри была уважаемая, профессора Московской текстильной академии. Это был модельер из Архангельска, два научных сотрудника ведущих музеев страны. По итогам фестиваля Наталья завоевала диплом первой степени в номинации «Этнографический костюм» и отдельный диплом в номинации «Аксессуары костюма» за высокий уровень реконструкции деталей. Чтобы воссоздать образы наших прапрабабушек, специалист исследует материалы архивов, работает с музейными экспонатами, а потом точно повторяет технику кроя костюмов. Для реконструкции некоторых элементов нужно подбирать современные ткани, которые очень похожи на старинные. А некоторые выполнены из старинных тканей, которым более ста лет. Иногда их в прямом смысле удается обнаружить в бабушкиных сундуках. Подобный головной убор, к примеру, носили наши модницы, жившие на границе с Рязанской губернией, рассказывает Наталья. От соседок переняли южные особенности, обилие блесток и яркие цвета. У каждого элемента в этом костюме своя изюминка. Я сочетаю старинные и современные ткани с рисунком, очень похожим на старинные. И вообще создаются эффекты вот этой старины. Очень интересная такая жилетка душегрейка. Она поздняя, она уже начала 20 века. Она шита из старинной этнографической ткани. Это барановский ситец. И подкладка – это старинный холст домотканный. Естественно, тоже шито все вручную. На фестивале, рассказывает Наталья, удалось пообщаться со специалистами из разных уголков страны. Особенно впечатлили костюмы от мастера из Челябинска. Она представляла костюм уральцев горнозаводских районов. Тоже потрясающее. У них ручное ткачество. Порты из ткани, сотканных вручную. Рубахи с вышитыми стоечками, с вышитыми рукавчиками. Потрясающая вот сама техника вышивки. После возвращения с фестиваля Наталья продолжает работать уже над новыми произведениями. Возможно, именно с ними она снова представит область на следующем фестивале. Маргарита Махрова, Шестой канал.